В Вене наступила весна, а весна это пора пасхальных ярмарок. Пошли! В Вене наступила весна, а весна это пора пасхи. В Вене наступила весна, а весна это пора пасхи. В Вене наступила весна, а весна это пора пасхи. В Вене наступила весна, а весна это пора пасхи. осенняя сбор винограда мы про нее вам тоже обязательно расскажем а сегодня мы вас познакомим еще с одной весенней традицией астрии это пасхальные ярмарки пасхальные рынки очень похожи на рождественские рынки они даже проводятся на тех же территориях что и рождественские рынки только весной если кто-то не верит у нас сейчас именно весна и на специально предназначена для этого территории останавливаются небольшие палатки в которых даются местные деликатесы изделия ручной работы но и много всяких других интересных вещей и обязательно конечно здесь есть такие атрибуты пасхи как зайцы яйца и сладости по преданию мария магдалина пришла к императору италию тиверию с вестью о том что иисус воскрес она была бедна но не хотела приходить к императору с пустыми руками поэтому она принесла обычное яйцо император принял этот дар но не поверил такой странной вести и сказал что вот как яйцо не может окраситься в красный цвет так и мертвые не воскресают и как только он произнос эти слова яйцо на его глазах окрасилась в красный цвет это было собственно начало этой традиции дарить на пасху друг другу крашеные яйца а красный цвет при этом символизирует кровь христа а само яйцо начало жизни а зайцы были спутниками англосаксонской богини и остер у нее была заячья голова и она была покровительница весны и символом плодородия от ее имени и остер ну или как то так ее звали произошло английское название пасхи исто и немецкое название остерн а зайцы стали пасхальными дедами морозами которые приносят подарки в австрии есть еще одна чудесная традиция которая связана с яйцами пасхальное воскресенье взрослые прячут в украина в укромных уголках дома или в саду небольшие подарки для своих детей и дети испытывают грандиозное удовольствие бега в поисках этих подарков и очень радуются когда находит это яйцо который по и глубокому убеждению положил туда пасхальный заяц и вот мои дети например они уже давно взрослые и конечно они знают что подарки приносит не пасхальный заяц а их покупают в магазине но каждый год когда мы собираемся семьей в этот день мы все равно прячем друг друг для друга подарочки и потом еще мы начинаем такую борьбу тоже очень традиционную здесь битва яйцами у кого яйцо самое крепкое и это всегда приносит много позитива и хорошего просто хорошего настроения еще один атрибут пасхи это пасхальный букет или пасхальный венок говорят что мария магдалина принесла тиверию не только яйцо но и букет из восьми растений какие точно растения там были я не знаю там говорят были вишня береза орех и верба и сейчас такие букеты украшают яйцами и ленточками это очень красиво смотрится как дома так и в саду а иногда украшает целое дерево и тогда у этого вообще грандиозный и кстати господа риэлторы будущее и настоящее один из популярных вопросов который касается рынка недвижимости австрии в чем отличие между баури и супер и дефекатом так вот отвечаю на него баури это право построить какой-то объект на земле которая вам не принадлежит регулируется она законом который так и называется баури ну и соответственно там условия условиями заключенного договора а супер и дефекат это объект физический объект который стоит на какой-то земле которая не принадлежит вам какое-то время недолгое и самым ярчайшим примером супер и супер и дефеката являются как раз вот эти палаточки которые устанавливают на пасхальном рынке или на рождественском ну и пожалуй самым важным атрибутом пасхи является пасхальная трапеза пульс и кезешпецель кезешпецель это традиционное австрийское блюдо и мы вам сейчас покажем как его можно сделать домашних условиях и так как мы и обещали готовим сегодня традиционное альпийское блюдо кезешпецель мы сегодня будем готовить ну такой традиционный вариант для этого нам нужно будет мука вода яйца два вида сыра и менталя которыми здесь уже натерт на терке и берки за это сорт такой твердо твердые сорта сыра но вот мы берем как раз берк кейзе из фуралберг кроме этого на нам понадобится лук немножко соли ну и зелень для украшения так первое что мы делаем это лук кладем в муку и вот здесь то и об этом и заключается секрет вообще хрустящего лука муку надо брать крупного помола и вот у меня уже подготовлена кастрюля с маслом я это масло разогреваю и когда масло разогрелось все это мы так аккуратненько чтобы чтобы не 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 набрызгала и вас главное не забрызгала это масло нужно положить туда лук и обжариваем так лук до золотистого цвета вот этот обжаренный лук мы кладем на салфеточку чтобы весь ненужный жир чтобы все это впиталось так лук у нас мы его пока отставим и занимаемся теперь тестом берем какую-нибудь емкость и кладем туда нашу муку примерно по традиционному рецепту нам нужно на 250 300 грамм муки примерно 3 яйца туда же я отправляю соль и сначала мешаю вот так вот муку с яйцами и теперь я положу сюда воду воду тоже нужно добавлять поэтапно чтобы видеть как ведет себя тесто и вот буквально все воду надо довести до кипения и и и ту же тоже нужно посолить и у меня есть такой вот приборчик тоже это именно приборчик для того чтобы делать эти шпецли так вода у нас закипела и я сейчас покажу два способа вот у кого нету такого приборчика для того чтобы сначала покажу как это делается приборчики вот сюда кладется тесто вот такими движениями она отправляется в эту в эту кипящую воду мне кажется у нас очень хорошо получать потому что такое еще слегка твердое тесто и сейчас я покажу как то же самое можно сделать не имея под рукой никаких приборов для этого тогда берется вот такая дощечка ну там или какая любая тощечка на нее кладется тесто нож и вот такими движениями это все отправляется в кастрюлю нож нужно обязательно смакивать в воде смачивать воде потому что иначе не получится ничего будет липнуть тесто к ножу к ножу все наши шпецли готовы им им буквально нужно пару минут в этой кипящей воде вариться и они уже в общем то у нас готовы мы берем такую ложку и кладем это все подготовленную посуду так следующий этап у нас уже один сыр подготовлен натерт на тёрке я сейчас подготовлю 2 вот насколько много теперь берем лук и режем это тоже нам на меленькие квадратики да я думаю что вот полторы хватит разогреваем сковородку и кладем туда масло вот такой хороший кусок маслом дальше туда мы отправляем наш лук и обжариваем его ну вот у меня уже лук стал схватываться немножко начал желтеть я думаю что этого достаточно что я сейчас вот в это положу наши шпецли вот и смотрите примерно на этом этапе вот немецком варианте этого блюда суда добавляют сливки я не знаю для чего это вот это это делают мы получается такая более кремообразная масса и совершенно не то вот уже консистенция мне кажется и так она в общем-то традиционном рецепте не надо сюда добавлять сливки но надо добавить сыр сыр начинает таять и это то что нам нужно все на самом деле готово блюдо кладем сюда порцию посыпаем луком хрустящим еще чуть-чуть и немножко зеленый лук просто для красоты и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»